Микс Ньюс Я кинолюбым. Олег Пек в студии. Начинается программа «Синема». И сегодня, вот я буду не один, а по скайпу с нами будет известный российский кинокритик Александр Колбовский. Здравствуйте, добрый день, Александр. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад снова быть в Риге, хотя бы так виртуально. Мы, конечно, находимся в такой сложной ситуации, когда в Риге, я не знаю, в Москве, наверное, тоже не работают кинотеатры, мультиплексы. Практически кино можно посмотреть только дома. Конечно. На экране. Кроме того, насколько я знаю, перенесен, по-моему, и кинотавр, и перенесен московский кинофестиваль. Да, если я не ошибаюсь. Получается ведь, что новые фильмы практически недоступны для зрителей в обычном, привычном киноформате. Ну да, кинотеатры, я не знаю, как в Латвии, в России кинотеатры закрылись где-то, насколько я помню, в 20-х числах марта постепенно. Первым закрылся центр документального кино, потом постепенно-постепенно закрылись все основные киносети. И да, уже месяц, больше месяца новое кино не приходит зрителям, по крайней мере, по тем привычным каналам, по которым оно обычно приходило. А фестивали, получается, что все премьеры для фестивалей, они... Да, знаете, что-то... Немножко что-то со связью, я понимаю, да, у нас? Да, 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 что-то я не всё слышу. Я могу поменять локацию, но я не уверен, что... Ну, я не знаю, как лучше. Меня слышно сейчас? Или пропадает звук? Вот сейчас да. Сейчас да, да, да. Каким образом удаётся тогда... Что делают вообще кинокритики в этой ситуации, когда новое кино практически недоступно? Ну, понимаете, кинокритики, как и все остальные люди, сидят дома. И, в общем-то, наверное, большинство из нас сейчас и... Ну, я, по крайней мере, не чувствую сейчас себя особенно-то и кинокритиком, потому что мы все, в общем, подвержены каким-то таким тем же комплексом и вещам, которым подвержены все остальные наши сограждане. Слышно нормально? Да, да. Очень хорошо. Поэтому, ну, естественно, в социальных сетях идут какие-то у нас споры, какие-то локальные дебаты по поводу каких-то сериалов, по поводу каких-то проектов, которые, тем не менее, открываются вот на этих днях. Насколько я знаю, открылся для зрителей проект «Дау», вот для зрителей онлайн. Вот. И кто-то, кто его посмотрел, уже, значит, там яростно спорят. Но это, по моим наблюдениям, очень небольшая часть кинокритического цеха нашего. А в основном мы все сидим дома, мы все занимаемся какими-то бытовыми делами. Вот. И смотрим, честно говоря, ну, я вот могу сказать о себе, я не смотрю новое кино, я не смотрю, практически не смотрю сериалы, как-то у меня не очень это все пошло, ну, за исключением, конечно, каких-то. Вот. Я смотрю то, что я люблю. Я смотрю то, что я любил когда-то, я смотрю какие-то фильмы, которые я пропустил, но только то, что доставляет мне, скажем так, наверное, это, в общем, позиция не очень профессиональная, но, тем не менее, я смотрю то, что мне комфортно сейчас смотреть в этой ситуации. Вот. Наверное, это не профессиональная позиция, скажем так. А фестивали, фестивали, московские кинофестивали, кинотавр, все те премьеры, которые были, ну, заявлены, готовились? Смотрите, у нас же сегодня очень важная дата. Кроме того, что сегодня 150 лет Ленину и 83 года Джеку Николсу, сегодня, вот конкретно сегодня, 22 апреля, должен был открыться московский кинофестиваль. Естественно, что он не откроется. По-моему, его перенесли, я вот не помню, новые сроки. Ну, понятно, что все эти сроки, на которые сейчас переносятся наш фестиваль, они все тоже условны, потому что никто не знает, что будет через месяц, никто не знает, что будет через два месяца. Московский фестиваль пока перенесен. Насколько я помню, по-моему, на осень. Кинотавр тоже объявил о том, что в июне в означенные сроки он не состоится, и что он тоже переносится на осень. Но надо понимать, что вся та череда премьер, ну, по крайней мере, связанных с кинотавром и с российским кино, все те фильмы, которые уже, по сути, готовы, они все зависли. Равно как зависли, зависло огромное количество каких-то картин, которые уже готовы. И совершенно очевидно, что когда все-таки произойдет... Да-да, мы слушаем, все слышно. Просто я, видимо, слышу эхо себя. Совершенно очевидно, что когда все это закончит, вообще, как это закончится, еще непонятно, и когда люди потихонечку начнут заново привыкать к кино, и все-таки ходить в кинотеатры, в кинотеатрах образуется, ну, скажем так, куча мала, пробка. Потому что будет огромное количество накопленных премьер. Того, что вот сейчас вот должно было выйти в апреле, в мае, в июне, и так далее, и так далее. Все это готово, и все это, к сожалению, будет высыпаться на нас просто как вот таким огромным потоком, как в мешках, где-то в осенье и зимой. Дальше начнутся другие проблемы, потому что, насколько я понимаю, эти фильмы закончатся, но этот сезон, съемочный сезон, практически он пропащий. Потому что понятно, что летом съемок, скорее всего, большинства картин, ну, я думаю, что это касается всего мира, не только Голливуда, не только России, не только Европы, всюду. Большинство картин, к сожалению, будут съемки остановлены. Совершенно очевидно, что этот съемочный сезон пропащий. И дальше будет, видимо, яма. Вот как это все будет работать? Мы пока даже подумать не можем об этом. Но ведь это еще и огромные убытки для самих кинопрокатчиков, особенно для тех фильмов, которые вышли прямо перед закрытием кинотеатров, которые даже не успели просто даже быть показаны зрителям, они сразу же сошли с экранов. Конечно, конечно. Ну, сейчас говорить об убытках, наверное... Ну, сейчас все говорят об убытках. И сейчас важно для кинотеатров, держаться для кинотеатров, киносетей, для съемочных компаний, продержаться вообще на плаву. И нужно понимать, что... Надо понимать, что эта история долгая. И это вообще огромный кризис. Такого кризиса никогда не было, не только в минематографе, но и вообще в мире. Да, убытки огромные. Даже не можем осмыслить, наверное, того, что... Сегодняшняя синема у нас с Александром Колбовским, известный российский кинокритик, который рассказывает о том, как в России, как в мире реагируют на эти вызовы, которые связаны с COVID-19, который практически закрыл все кинотеатры. И таким образом прекратилась возможность показывать фильмы. Так, у нас... Надеюсь, что будет лучше. Да, сейчас будет лучше, наверное. Сейчас будет слышно. Получается тогда странная ситуация. То есть мы, с одной стороны, видим, что зрители все равно смотрят кино, они смотрят его через какие-то платформы, телевизионные платформы, или там где-то скачивают, или где-то в интернете находят фильмы. И таким образом получается очень странная ситуация, что мы можем потерять кинозрителя. То есть вот вернется ли зритель в кинотеатры, поскольку многие говорят о том, что изменится, может быть, изменится предпочтение просмотра. Люди за эти несколько месяцев привыкнут смотреть кино дома. И вот как его вернуть в кинозалы? Знаете, я думаю, тут очень много проблем, сложных проблем. И даже дело не только в привычке смотрения дома. Она, безусловно, есть. И она, безусловно, дома, конечно, смотреть кино комфортнее. Хотя я-то все-таки считаю, что в кинотеатре смотреть кино лучше. Но тут еще, насколько я понимаю, по крайней мере, мы же не знаем, что будет, когда это кончится. Когда спадет эта волна коронавируса. Будет ли вторая волна. Как, насколько люди будут привыкать быстро или медленно привыкать вообще к тому, чтобы находиться... И что такое кинозал? Кинозал – это, в общем, никакой социальной дистанции. В кинозале люди сидят рядом, локоть к локтю, и полтора-два метра между ними никак не отсчитаешь. И совершенно очевидно, что даже когда кинотеатры откроются, мне кажется, что люди не очень уверенно будут туда ходить, по крайней мере, первое время. Потому что надо будет психологически привыкать к этому. Говорят, что в Китае вроде бы открылись какие-то кинотеатры, и они пустые. Думаю, что так, по крайней мере, на первых порах будет и у нас, и у вас. Конечно, дома смотреть кино комфортно. Но надо понимать, что в кинотеатрах, за исключением каких-то фильмов, которые делают платформы типа Netflix, все-таки выходят премьеры. И все-таки в кинотеатрах мы смотрим кино раньше, мы смотрим кино все-таки лучшего качества. В кинотеатрах есть возможность смотреть и всякие системы IMAX и прочее, прочее, прочее. Но вот этот страх, он может, по крайней мере, на первых порах, он, наверное, будет очень мешать. Надеюсь, что со временем все это как-то вернется на круги своя. Может быть, в кинотеатрах расставят пошире кресла. Я уж не знаю. Ну, это огромная проблема, на самом деле. И я думаю, что никто сейчас, ни кинокритики, ни специалисты даже по кинобизнесу на этот вопрос точно не ответят. Посмотрим, как все будет. А насколько, вот вы сказали, что остановились практически съемки всех картин, вот насколько это может ударить, опять-таки, по киноиндустрии в целом, поскольку ведь это означает, что без работы остаются не только актеры, но и огромный обслуживающий персонал, там, от гримеров, осветителей, технических работ, монтажу. То есть, ну, огромнейшее количество людей, которые связаны... Актеры – это только вершина айсберга. Конечно, конечно. Ну, вот смотрите, я знаю то, что происходит у нас в России. Какие-то небольшие студии, ну, какие-то большие, но разные студии. Там есть штатные какие-то сотрудники. Они отправлены в отпуск, они кого-то оплачиваемы, кого-то не оплачиваемы. Но надо понимать, что кино делается, большая часть вот этого кинематографического экипажа, который делает тот или иной фильм, это, ну, вот, то, что называется внештатники. Это люди, которые работают по найму, начиная с актеров и дальше-дальше, осветители, операторы, ну, все-все-все-все-все, водители, вот. Эти люди сейчас остались без работы, и, ну, каждый выживает как может. Еще пока, в общем, прошел только месяц изоляции, но, учитывая, что лето, в общем, предстоит, видимо, не очень богатая работа, и вообще непонятно, какое оно будет, лето. Ну, в общем, это проблема. Я сейчас, понимаете, я не могу ответить ни на один вопрос. Я вот на все отвечаю такими же вопросами, как и вы мне. Увы, ну, что делать? В общем, это все равно хорошо, что мы их произносим. Ну, конечно. Я хотел бы еще спросить, вот, скажем, знакомые вам актеры, с которыми вы, может быть, поддерживаете отношения, общаетесь, вот как они воспринимают эту нынешнюю ситуацию, насколько они пытаются, ну, каким-то образом занять себя, не потерять, не знаю, профессиональные качества. Я знаю, что многие из них, вот Александр Паль, участвовал активно как волонтер, развозя продукты по домам. Ну, знаете, ну, мои знакомые актеры, ну, во-первых, почти все сидят по домам. Практически тут надо понимать, что и театры не работают. Театральные актеры тоже, у них тоже карантин, каникулы. Ну, каждый, каждый все-таки пытается заниматься своим делом как может. Огромный какой-то поток хлынул, особенно это вот в Инстаграме как-то заметно. Огромный поток хлынул, когда каких-то, значит, стримов, когда актеры, актрисы, режиссеры читают какие-то стихи, читают сказки в прямом эфире, записывают какие-то ролики, что-то поют. Все это дома, все это поначалу было очень трогательно. Сейчас этого, конечно, стало уже слишком много, но я понимаю, что, ну, действительно, это их профессия, им надо хоть как-то каким-то образом себя поддерживать в форме и в каком-то психологическом тонусе тоже. Совершенно были замечательные, кстати говоря, ролики, но это уже не касается кино, когда артисты, по-моему, Михайловского театра показывают, как они дома, значит, рикетируют. Это балет, Казахстанский театр в Петербурге, это балет. И поскольку у балетных артистов дома нет возможности там заниматься классом, да, не у всех даже есть танки, вот, и они, значит, дома там кто на кухне, кто в коридоре делают всякие па, и из этого делают замечательные ролики. Вообще вот поток каких-то невероятных, прекрасных роликов, которые появились в интернете, актерских роликов, просто человеческих. Вот я сегодня смотрел какой-то, значит, ролик из Испании, где в Барселоне много-много-много людей поют песню «Цоя», «Когда твоя девушка больна». И вот этого много, это тоже кино, по сути говоря, это вообще формирование какого-то нового контента, нового кинематографа, такого вот странного, но почему нет? Да, я сразу, кстати, вспомнил прекрасную инициативу сообщества фейсбучного «Изоизоляция», где простые люди, а сейчас, в принципе, уже присоединился и Хабиенский, и говорят, что еще известные другие артисты будут… Что люди, практически вот воспроизводя картины, ведь они же тоже выступают какими-то режиссерами-постановщиками, актерами, то есть это вот элемент творчества сродни съемкам фильма для того, чтобы скопировать, как-то попытаться переосмыслить полотна классические всем известным, всех известных художников. Конечно, конечно. И это, в общем, ну вот мне только что, вот пока я ждал вашего звонка, мне моя знакомая актриса прислала на WhatsApp, она написала стихи. Ну, в общем, ну, творческие люди, они все равно не могут сидеть вот просто так без дела, тем более дома в четырех стенах, и естественно, что каждый, кто-то с детьми, значит, что-то записывает, снимает. Я думаю, что когда все это кончится, а я думаю, что это все равно все рано или поздно кончится, хотел бы скорее, конечно, мы увидим множество каких-то замечательных, замечательных вот таких вот, в таком видео, каких-то замечательных фильмов маленьких, и это будет, в общем, какой-то, на самом деле, наверное, очень хорошей памятью об этих и самых худших днях. Уже ведь появляются первые какие-то отклики на эту ситуацию коронавирусную, карантинную, я не знаю, видели, вы слышали, «Сидя дома» сериал ТНТ «Премьер», первая серия уже появилась буквально на почту. Да, я пошел это, да. И вот чувствуется, что это практически без, ну, снятое за копейки, то есть это вот скрин с видео, при помощи просто видеозахвата видеоконференций, и все это сделано просто вот, ну, по сценарию. Вот как вам кажется, это тоже подстегивает какой-то новые формы кино, которое совершенно, ну, понятно, был Бекмамбетов такого же рода, но сейчас это становится, может быть, каким-то спасением для съемок сериала, где не нужно актерам собираться на одной съемочной площадке. Ну, конечно, конечно. Ну, вообще ведь мы привыкли, что кино как-то вот, ну, мы слишком высоко, мы слишком кино как-то высоко всегда себя ставило, что оно как бы выше жизни, что оно ведет за собой жизнь, прогнозирует жизнь, планирует жизнь. На самом деле, вот недавно я где-то, по-моему, это сказал наш кинокритик Мария Купшинова, что пора избавляться вот от этой сакральности кинематографа. Вот в этой ситуации, вот этой пандемии, карантина, самоизоляции, не кино ведет за собой жизнь, а жизнь ведет за собой кино. И, в общем, совершенно очевидно, что нам нужно каким-то образом подстраиваться под это, подстраиваться под эту ситуацию, ну, и, в общем, продолжать оставаться творческими людьми, оставаться вообще людьми. Для многих ведь это время, свободное время, стало возможностью каким-то образом, ну, самосовершенствоваться, посмотреть, прочитать книги, до которых не ходили руки, и, может быть, посмотреть фильмы, которые, ну, принадлежат уже какой-то классике. И всегда вот мы хотим посмотреть самое новое, самое свежее, а очень много остается из какого-то культурного багажа, вот до которого просто мы думаем, а, еще успею, посмотрю, там, на следующей неделе. И, может быть, вот какие-то у вас есть, не знаю, любимые фильмы, которые можно было пересмотреть, или что-то вот вы посмотрели из того, что не удавалось посмотреть? Вы, знаете, вы абсолютно попали в точку. Я признаюсь честно, что я именно этим и занимаюсь каждый день. Я каждый день смотрю обязательно вечером какую-то одну картину. Честно скажу, что это фильмы далеко не самые артхаусные, но это или какие-то картины, которые я пропустил, или какие-то любимые фильмы, которые я видел. Ну, вот я вдруг, например, вспомнил, что я 30 лет назад смотрел «Белые ночи» в «Барышниковске». Я очень, как-то вот у меня хранилась какая-то память об этом фильме, но как-то не доходили руки это пересмотреть. Пересмотрел, посмотрел. Вот я каждый день стараюсь посмотреть или что-то, что я пропустил в свое время, или какие-то картины любимые, но, может быть, немножко подзабытые, или какие-то картины, которые я просто люблю и смотрю часто среди вот этого. То есть каждый из нас может себе устроить сейчас такой маленький свой личный кинофестиваль и включить в него все по собственному, сделать программу такую вот собственную, по собственному вкусу, по собственному выбору. У меня, например, кинофестиваль, первое место в нем заняли фильмы Сергея Александровича Соловьева. Я с удовольствием смотрел их. Ну и так далее. А может быть, вы что-нибудь все-таки посоветуете посмотреть или пересмотреть нашим слушателям? Что можно... Я знаю, что сейчас ведь открыты на Ютюбе, например, архивы Мосфильма. Очень много было возможностей. Буквально каждый день там Метрополитен Опера выкладывала бесплатный доступ, что-то из своего. Ну то есть стараются каким-то образом откликнуться. И есть большое количество фильмов, которые мы действительно могли пропустить. Что для души, для поднятия какого-то настроения и, может быть, самообразования? Ну, вы знаете, тут, наверное, надо исходить от того, что человеку, который будет смотреть... Мне кажется, должен быть принцип смотреть то, что я люблю, смотреть то, что мне нравится. Это не значит, что смотреть что-то во втором разу, но смотреть то, что доставляет мне сейчас, помогает мне пережить вот эти сложные времена. А это может быть разное. Потом, опять же, все зависит от того, смотрите ли вы один, смотрите ли вы с семьей, смотрите ли вы с детьми. Вот я, например, ну вот сейчас, например, замечательно в эти дни у меня пошел, скажем так, замечательно смотрятся фильмы Хичкока, замечательно смотрится классика какая-то голливудская, вот такая 60-х, 70-х, 50-х годов. Прекрасно смотрятся фильмы Одри Хэбберн. Если вы с детьми, посмотрите, например, «Назад в будущее». Если вы без детей, ну тут можно что-то более такое серьезное и жесткое, но только это должно обязательно доставлять вам удовольствие. Это должно приводить вас в состояние какого-то психологического комфорта. Еще одно важное обстоятельство, мне кажется, что сейчас появилось время посмотреть то, что как-то всегда проходило мимо нас, я имею в виду анимацию и документальное кино. Этого очень много, это открыто, это есть. Я просто сейчас даже не берусь что-то конкретное рекомендовать. Посмотрите в сети, поищите российская анимация, мировая анимация, она прекрасна. Документальное кино, вот насколько я знаю, что «Арт-док-сеть» Виталия Манского, там очень много сейчас в открытом доступе, есть прекрасных фильмов, которые... И сейчас на это есть время. Есть время, и есть время, чтобы об этом подумать. А если вот говорить о действительно потреблении фильмов иностранного производства, вот для вас что более комфортно? Дубляж фильма, просмотр его в оригинале или может быть вот как voice-over известных переводчиков? Некоторые специально ищут, может быть, даже переводчиков от 90-х годов, потому что это доставляет какой-то дополнительный, ну не знаю, дополнительный кайф, если можно так выразиться, вот от какой-то ностальгии, когда ты понимаешь, что это именно тот дубляж, в котором ты слышал, видел этот фильм в первый раз. И вот это вызывает какое-то прямо чувство, как песня, под которую ты в первый раз целовался. Ну, вы знаете, поскольку я принадлежу к поколению уже довольно немолодому, и моя молодость, это были фильмы, дублированные советским подлежом. И это был, надо сказать, прекрасный дубляж. Вот эти голоса советских артистов, Егорских, Рапетян, вот эти французские комедии прекрасные, прекрасно дублированные. Мы Демьяненко же, да, сколько дублировал. Конечно, конечно. Вот такой дубляж, такой дубляж мне очень нравится, я его люблю. Что касается каких-то уже последующих времен, ну, вообще-то говоря, профессионально, наверное, все-таки смотреть кино, если вы не владеете языком, наверное, профессионально все-таки смотреть кино с субтитрами, слушая голоса, живые голоса актеров. Это самое правильное. Другое дело, что наши телевизоры, ну, они разные, если большой экран, то это комфортно, если экран маленький, то, наверное, не получится, не очень комфортно будет смотреть с субтитрами. Ну, не знаю, кто чего любит. Я не очень люблю авторский перевод, я люблю перевод какой-то такой вот, чтобы он минимально отвлекал от реальности. Но некоторые жалуются, что не успевают читать титры, вот для них это немножко дискомфортно, они отвлекаются от экрана, и это... Это вопрос величины экрана просто, да, потому что на большом экране нормально читаются титры, но если маленький, наверное, тогда лучше все-таки слушать, слушать закадровый такой перевод. Конечно, конечно. От Саги Одри Хэбберн был даже более сочный, поскольку, ну, может быть, это были впечатления детства, но мне показалось, что советский дубляж был лучше, чем оригинальная звуковая дорожка. Ну, конечно. Ну, то есть они, может быть, и не были лучше, но это было адекватно, это было очень здорово. И надо сказать, что в советском кино, ведь в советском дубляже каждый какой-то иностранный звезде соответствовал... То есть, ну, условно говоря, вот мы знали, что всегда Бельмондо озвучивал Николай Петрович Караченко. Это был голос Бельмондо, это голос Караченцева. И, кстати говоря, потом, когда я там много лет спустя работал на одной телекомпании, и мы купили несколько фильмов новых, относительно новых, на тот момент, в 90-е годы, с Бельмондо, и я попросил, пользуясь знакомством, попросил Караченцева озвучить эти фильмы. И, в общем, да, у каждого... Там был голос у Дефинесса, там был голос у... Естественно, у каждого великого голливудского или французского актера был свой замечательный голос в российском кино, соответствующий этому актеру. Кстати говоря, фильмы, то, что называлось фильмы союзных республик, ведь голос Александра Демьяненко замечательно звучит в «Короле Лире», на изображении эстонского актера Юрия Яровича. Первого-то, да. В чате. И, кстати, Банионис всегда тоже изумительный. Да, по-моему, Демьяненко. Да, Демьяненко озвучивал, да. Вот мы... Как-то они складывались совершенно очень гармонично. Да, да, да. Даже как будто создавали что-то, какое-то третье, какое-то третье качество, соединяясь вместе лицо актера и голос другого. А вот сейчас, вот если говорить о сегодняшнем дубляже, насколько, ну вот здесь соблюдаются ли эти золотые каноны старого времени, и, ну вот насколько сейчас вот распространено, например, просмотр... Я знаю, что у нас в Латвии идут с оригинальными звуковыми дорожками, поскольку у нас всё-таки приходят смотреть и латыши, и русские, и для удобства зрителей сделаны... Субтитры сразу идут на русском и на латышском языке, и таким образом, ну, не требуется делать дубляж на два разных языка. Дубляжа нет вообще? Да, нет дубляжа, да. Мы уже привыкли как бы к тому, что всегда оригинальная дорожка. Я знаю, что в России всё-таки стараются дублировать фильмы. Да, видимо, это связано с привычкой зрителя. Мне не очень нравится сегодняшний русский дубляж, хотя, ну, там бывает по-разному, бывает лучше, бывает хуже. Там ещё, честно говоря, иногда... Иногда многое зависит не только от голосов актёрских, но и от качества редакторской какой-то работы, от качества перевода. Иногда перевод бывает замечательный. Вот я недавно, как раз вот тоже сидя уже в карантине, я пересмотрел Алису Тима Бёртона «Алису Тони чудес». И там замечательный перевод. И замечательный перевод, и, кстати говоря, замечательная озвучка, потому что там принимают, там озвучивают и Маковецкий, и Ширвинд, и какие-то очень хорошие актёры. И это авторские голоса. Но это уже немножко другой продукт. Он, конечно, немножко отличается от начального, от того, что было, но это другое качество, и оно по-своему тоже интересно. Но там замечательный перевод. А, кстати, ведь шекспировские фильмы, там вот насколько эти тонкости перевода, ложащиеся вот на синхронизирование вот губ актёров с текстом. Вот интересно, я просто сейчас задумался, насколько, наверное, сложно подогнать вот классические переводы, там, Пастернака под нынешнюю вот эту синхронизацию. Наверняка там, конечно, приходится очень серьёзная работа. Да, думаю, да. Вообще это, к сожалению, не знаю, к сожалению, это школа уходящая, вот эта школа дубляжа, но это невероятно серьёзная глубокая история и глубокий институт какой-то, который... Ну, жалко, что мы его утрачиваем, потому что, ну, действительно, в России зритель привык смотреть фильм на своём языке. Он не любит субтитров. Их любят кинокритики, но зритель субтитры не любит. Но, к сожалению, я понимаю, что так дешевле, что дешевле всё сделать быстро, дешевле не задерживать вот этот вот процесс дубляжа и не платить большим актёрам какие-то гонорары, всё сделать быстрее на скорую руку. Но жалко, потому что уже есть какие-то высокие образцы вот этого искусства дубляжа. Это искусство. Я, по-моему, где-то читал о том, что Луи Фенес, когда приезжал в Советский Союз, он лично встречался с, господи, с актёром, который дублировал его во всех в французске. Да, я тоже, я тоже, я, к сожалению, забыл, я, к сожалению, забыл имя, фамилию этого актёра. Да. Да, я тоже слышал эту историю. Я тоже слышал эту историю. Потому что он действительно был потрясён, как он точно и насколько этот голос сложился в образ. Я думаю, что мы, конечно, ассоциируем Луи де Фенеса именно с голосом этого актёра изумительного, который очень-очень попал вот в него. Да, наверное, вот эта школа, вот насколько она уходит, может быть, из-за того, что сейчас всё-таки молодёжь, ну, я знаю, что в Латвии, например, молодёжь очень хорошо знает английский язык, и многие молодые люди даже не нуждаются в субтитрах, они просто приходят и смотрят картины в оригинале, и, скажем, если они пользуются Нетфликсом, для них это не проблема смотреть абсолютно без каких-либо субтитров на экране. Ну, в России тоже молодые люди, да и не только молодые, тоже знают английский язык, и тоже, ну, просто надо понимать, что всё-таки в России, по крайней мере, наверное, я не знаю, думаю, что 70-80% аудитории предпочитает всё-таки вот это по старинке слушать кино в дублированном переводе. А если говорить про российское кино сейчас, вот какую долю оно, ну, мы уже говорим, как будто бы в прошедшем, конечно, времени, но вот занимало на рынке, потому что, я помню, мы постоянно возвращались к этому вопросу, как упорно пытались всё-таки вернуть зрителя к российскому кино, и постепенно, постепенно вот оно, ну, не то чтобы выдавливало Голливуд, но всё-таки занимало всё больше и больше места на экранах. Кто-то ругался, говорил, что это, ну, решается немножко, ну, волонтаристски, то есть там, я понимаю, что, ну, господин Мединский как раз был сторонником такой жёсткой политики, чуть ли не, я понимаю, какого-то процента, определённого процента, который должны, прокатные вот кинотеатры должны обязательно оставлять отечественному кино. Вот как вы считаете, такая протекционистская политика, она оправдана, или всё равно вот, ну, тогда зритель проголосует рублём и, ну, потеряют просто кинотеатры в этом? Ну, вы знаете, в какой-то момент эта политика действительно сработала, и в какой-то момент там, по-моему, на 30% довели, довели вот количество зрителей на отечественном кино. Потом этот процент пошёл вниз. Вы знаете, это палка о двух концах, на мой взгляд. Дело в том, что всё это не было подкреплено, к сожалению, по-моему, ну, это моё личное мнение, а мнение редакции может не соответствовать. Понимаете, то, что выпускалось в огромном количестве на экране под маркой российского кино, но, к сожалению, в подавляющем большинстве было настолько невысокого качества, что зритель сначала пошёл на это, а потом постепенно, постепенно стал разочаровываться в этом новом российском кино, и, к сожалению, даже уже не стал смотреть то, что нам кажется, стоило бы смотреть. При этом расчищался прокат. При этом, вот, например, праздничные какие-то каникулы, а в России, например, новогодние каникулы, это 10-11 дней, составлялись так прокатные сетки, что все западные хиты выходили раньше, а вот в эти дни каникул выходили только отечественные хиты. Ну, естественно, что они побеждали, но абсолютные цифры всё равно были меньше, чем могли бы быть, за какими-то исключениями, потому что вот, ну, в Новый год вышло четыре большие российские картины, там был «Союз спасения», там был, кажется, фильм Бондарчука «Притяжение», но совершенно неожиданно сработал фильм, от которого никто не ждал, что он окажется. Холод, да. У него не было особого никакого, так сказать, заложенного такого патриотического месседжа. Это фильм «Холоп», вот, который сработал невероятно и собрал огромную кассу, по-моему, стал рекордсменом российского проката. Вот, трудно сказать, надо понимать, что, надо понимать, что вот в числе, в большинстве этих фильмов это были фильмы о разных войнах, вообще это были фильмы о прошлом, скажем так, по-моему, мы даже как-то с вами об этом говорили, когда я был в прошлый раз в эфире, вообще почти все российское кино, вот такое вот большое, кино большого стиля, это кино о прошлом, это кино о прошлых войнах, это кино о каких-то великих спортсменах, о военачальниках, героях, космонавтах и так далее, и так далее. Кино о современности, ну, оно как-то вот редко и мало попадает в топы российских. Ну вот «Холоп» — такое вот счастливое исключение, хотя это тоже не совсем кино о современности, там герой попадает в 19-й век. Да, и вот я, честно говоря, даже не мог понять, вот в чём этот ключик, секрет успеха, то есть вроде бы действительно картина, она не претендует ни на какие открытия, то есть, ну, были фильмы там «Шоу Трумана», ну, которые как бы эту тему уже показывали, и в принципе вот что, по-вашему, привлекло людей? Другое сказать. Я, кстати, вчера посмотрел, вот тоже сидя дома, посмотрел фильм, я его пропустил несколько месяцев назад, замечательный французский фильм, мне он очень, правда, понравился, хотя он, ну, это, наверное, не великое кино, а фильм, который называется «Прекрасная эпоха». Да, я, кстати, да, я тоже его смотрел совсем недавно. Да, да, они как-то друг с другом немножко перекликаются с «Холопом», потому что это тоже фильм о такой вот выдуманной реальности, вот. Трудно сказать, я не знаю, у меня тоже нет ответа на этот вопрос, я думаю, что это вот такое тоже голосование протестом, потому что вот люди хотят что-то простое, наверное, незатейливое. Я не могу сказать, что я поклонник фильму «Холоп» большой, мне не очень нравится этот юмор, вот. Но я понимаю, что на фоне «Союза спасения» и на фоне каких-то грандиозных, дорогостоящих, невероятных вот этих вот колоссов, этот фильм, но он симпатичный, и, в общем, хочется чего-то такого симпатичного, уютного, наверное, в новогодние дни уж точно хочется, а фильм шел как раз в Новый год. Вот. Но, наверное, вот такой мой ответ, но не уверен, что он правильный. Насколько сейчас телевидение, которое старается, я знаю, что там Первый канал старается откликаться на какие-то большие круглые даты актеров и старается показывать там старое советское кино, вот, как вы думаете, находит ли оно отклик у молодого зрителя? И, ну, вот, скажем, фильмы, которые были сняты там 30, 40, 50 лет назад, вот имеют ли они какой-то отклик, кроме того, что они стали там культурным кодом, если это, мы говорим про Гайдаевское кино, но если взять там, не знаю, «Летят журавли» или там, ну, такого же уровня, но в того же времени, вот насколько молодежь, молодое поколение, ему интересно смотреть черно-белые старые советские фильмы? Да, мне кажется, что нет, мне кажется, что не очень интересно, ну, тут, наверное, можно разделить ответ на две части, во-первых, вот в этих условиях, в которых мы живем полтора месяца, я вообще что-то не заметил, чтобы наше телевидение, ну, по крайней мере, какие-то главные каналы показывали старое кино, практически этого нет, идут какие-то сериалы, лучше, уже, новые, не новые, вот, старого кино нет вообще, оно как-то, были старые фильмы, по-моему, «Пасху», когда была «Пасха», что-то там, что-то там, какой-то, какие-то такие шлягеры, но надо понимать, что все-таки телевидение, ну, как во всем мире, как и у вас, как и у нас, это все-таки история не молодежная, вот. Молодежь, конечно же, смотрит, смотрит кино в сети, смотрит в каких-то платформах, сейчас сериалы, и сериалы смотрят даже больше, естественно, чем то, что мы называли раньше, художественный фильм. Вот. Другой вопрос, что значительная часть молодежи, и, в общем, она действительно эти фильмы впитала, она их знает, и знает. Но, к сожалению, как-то чем дальше, тем меньше этих ребят, они как-то, вот я помню, что я столкнулся с тем, что мои студенты, несколько лет назад, когда я их просил, смотрели ли они, скажем, «Берегись автомобиля», ну, поднялась там одна или две руки. Вот. Все остальное более такое, еще более было неизвестно. К сожалению, это все немножко для них уже такое вот... Дальше уже все зависит от родителей, потому что я знаю, что многие родители смотрят с детьми эти фильмы, вот даже сейчас, сидя в карантине, смотрят какие-то старые советские фильмы, и говорят, что детям даже нравится, детям, ребятам, подням. Ну, это все-таки разовые истории. Поколенческие, мне кажется, что, к сожалению, нет у тех, кому за 20, даже кому за 17, наверное, нет какой-то привязанности и любви к этому. Увы. А вот чем можно объяснить действительно такой парадокс, что советское кино, ну, еще вот 30-летней давности, оно практически разобрано было на цитаты. И эти цитаты, ну, просто люди разговаривали этими цитатами, это как просто действительно понимали друг друга с полуслова, но если взять вот современные, я просто ради интереса без изображения взял звуковую дорожку фильма «Елки» и пытался найти какие-то вот цитаты, которые бы могли, вот как поговорки, я вот всю звуковую дорожку прошел, и я вдруг понял, что абсолютно ничего нет. Это какая-то вот масса, которая протекает сквозь руки, и ничего не остается сквозь пальцы, и нет ничего, за что бы ты мог зацепиться. Пожалуй, последняя, у кого вот эти цитаты были, это Балабанов. Это Балабанов. Да, брат. Фильм Балабанова. Да, ну, дело в том, что тут же еще наложилось то, что советское кино, это все-таки, надо понимать, что это все-таки изопов язык. Советские комедии, вот эти советские, ну, в основном же цитаты шли из комедии или из каких-то таких вот фильмов массовых, зрительских. И там все-таки мы привыкли к тому, что нам обращаются, говорят одно, но немножко имеют в виду другое. Ну, классический, самый такой, наверное, классический, яркий пример для меня, это Покровские ворота, которые я знаю практически наизусть, и там каждая фраза, каждая фраза, это вот за ней всегда что-то, что-то еще. Второй смысл, третий смысл, четвертый смысл. Сейчас, наверное, нет необходимости в этом изоповом языке, просто, честно говоря. Ну, и, наверное, это еще и говорит о качестве сценарном, о качестве диалогов, потому что просто какие-то вещи просто надо придумывать, а для того, чтобы придумать, надо услышать их в жизни. Значит, видимо, не слышат сценаристы. Да, то есть получается, что ведь все говорят, что хороший сценарий это, ну, чуть ли не 80% успеха картины, и получается, что как раз вот на этом уровне сейчас что-то не получается, да, в российском кино. Ну, вообще говорят, что в российском кино сценаристы, сценарный цех, это самый, вот, хороший сценарист, это самая большая проблема, при том, что у нас есть замечательные, замечательные авторы, там, ну, есть Наталья Меченинова, да, прекрасная, но они как-то больше работают все-таки на поле другого кинематографа, кинематографа авторского, такого, не массового, вот, и естественно, что их фильмы не становятся, ну, народными, скажем так. У нас, правда, есть замечательные Жора Крыжовников, и есть несколько фильмов, которые, в общем, в которых тоже какие-то цитаты все-таки появились, вот, ну, вот он один пока отвечает за это. На самом деле, действительно, у нас уже вот как-то время подошло к концу диалога и беседы. Александр, может быть, вот какое-то, не знаю, еще какие-то, пару каких-то советов, пожеланий нашим слушателям, что еще вот можно было бы сделать, воспользовавшись, чтобы это время драгоценное не потерять зря, и не сидеть в соцсетях, а может быть, что-то такое увидеть, такое, что, до чего потом не дойдут руки. Ну, вы знаете что, вот я уже говорил про свой кинофестиваль, попробуйте просто систематизировать какие-то вещи, составить себе программу на несколько дней, ну, там, скажем, на две недели вперед, вот так вот расписать, вот я хочу, вот сегодня день рождения Джека Николсона, вот посмотрите, скажем, пять фильмов с Николсоном, следующую неделю пять фильмов, не знаю, там, с каким-то другим актером или какого-то другого режиссера, или там, пять фильмов Тима Бертона, это, это вот одна история вполне, по-моему, полезная. Другая история, которую я, честно говоря, сам хотел бы заняться, но пока как-то не получается, но это если вы сидите все-таки не один в этом карантине, а со своими, с кем-то из своих домашних, попробуйте снять что-то сами, на свой телефон, на свой, на свое мобильное устройство. Есть какие-то программы монтажа, простейшие, ими очень несложно овладеть. Попробуйте сделать свое кино, и уверяю вас, что, может быть, из этого что-то получится, даже если это не выйдет на большие экраны после карантина, но потом вы сами будете это смотреть и вспоминать с огромным удовольствием и радостью. Что ж, спасибо большое, Александр Колбовский, российский кинокритик, сегодня был в программе «Синема». Спасибо вам, Александр, за время, которое нам уделили. До новых встреч. Спасибо вам, будьте здоровы и смотрите кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok